Задолго до того, как ель стала символом Нового года, она была непременным украшением христианских храмов в Рождество. Эта древняя традиция восходит к библейской легенде. Когда на свет появился Христос, природа преподнесла ему свои подарки. Оливы – золотистые плоды, пальма – свой зеленый шатер. И только ель ничего не смогла подарить младенцу и заплакала прозрачной смолой. И вдруг звезды с неба осыпали расстроенную красавицу. С тех пор и повелось наряжать елку яркими огнями. Кстати, Дед Мороз, он же Санта-Клаус, тоже библейский персонаж. Это никто иной, как святой Николай Чудотворец. В России ставить елку к Рождеству повелел Петр I. Он же в 1699 году особо распорядился праздновать Новый год 1 января. А до того новолетие на Руси отмечали 1 марта, затем 1 сентября. Однако в октябре 1917 года большевики реформировали старый режимный календарь и изъяли из него Рождество Христово и Новый год. Но он продолжал жить. И тогда Совет народных комиссаров СССР решил вернуть репрессированный праздник. Правда, чисто из экономических соображений. После бурной праздничной ночи все работают через силу. И 1 января 1936 года газета «Правда» вышла с правительственным поздравлением на первой полосе. С Новым годом, товарищи! С новыми победами под знаменем Ленина Сталина. Тогда же в честь Нового года стали устраивать балы в колонном зале Дома Союзов. В 50-е годы праздник встречали в Георгиевском зале Кремля. В начале 60-х главная елка страны прописалась в Кремлевском дворце съездов. Однако первую хвойную Лидии далее держали за семью замками. Не стала она доступнее даже в наше демократичное время. Билеты можно достать либо через правком, либо в три дорогого спекулянта. В прошлом году президент решил восстановить историческую справедливость. И отдать хвойную лапу первенства кремлевской елке на Соборной площади, куда мог прийти любой желающий. Кстати, последний раз ее наряжали еще до революции. Можно ли представить себе Новый год без елки? Красивая библейская история повествует о чуде, осыпанной звездами гели. И сколько бы ни исполнилось нам лет, не покидает надежда найти под колючей лапой желанный подарок, оставленный Дедом Морозом. Анна Потагина, ТСН, Соборной площади Кремля. Редактор субтитров А.Семкин